Что, котенька? Что, котик? Вот здесь сладкий котик, сладкий котик. Ой, мой сладкий. Ой, ой, ой. Хороший мой мальчик. Ты мой хороший мальчик. Ты мой хороший. Ты мой хороший, урчливый сегодня, да? Урчливый. Ой, даже почесать тебя можно, да? И попку почесать. Кто-то твой пятак, уже смотрю, почесал, да? Кого вы там просили? Говорили, давно Пум не видели, да? Мне казалось, я не знаю, я может забываю снимать. Прохожу мимо них, они там все время рукают, что-то это. Не помочь? Помочь. А, на алку, на алку точно. Я думаю, что после своего возвращения я буду пытаться их объединять, потому что они сидят вместе уже... Через несколько месяцев будет год, пока они сидят через решетку. И привет, привет, моя хорошая. Привет, привет, моя девочка хорошая, да. А вот, и видите, вот сейчас было видно, он триодца от нее. От нее я пока вот не вижу такого прям желания общаться с Пумом, причем она даже шипит на него, когда там, кажется, вот кто и пятак удал. Чего ты ругаешься? Вот, не вижу от нее такого желания, но от него я прям явно вижу желание, потому что каждое утро, когда я иду кормить, я вижу, что он подходит и обтирает ее. Сейчас смотрите, может быть, видно. Видите, он прижимается к ней. Вот, вы видите? Он прижимается к ней. То есть он явно уже прям привык к ней, хочет общения. И, может быть, я все-таки вот ближе к Новому году решусь попробовать их на прямом контакте объединить, чтобы они были на прямом контакте, могли играть, бегать. Да. Мой сладкий. Ну, потому что от него я прям вижу, что он трется об нее прям каждое утро. То есть я раньше всех встаю, и когда я иду сюда, они просыпаются, и он первым делом даже не ко мне уже подходит, а подходит, обтирается об стенку, где она стоит. Идем, и все-таки. Иди, моя девочка. Ты травку хочешь? Травку хочешь? На, травку. На. На. Дорогие друзья, сейчас будет классная новость. Ну, во-первых, у меня день рождения. Вот. В свой день рождения уже, наверное, в моем возрасте. Ну, в общем, мне уже нисколько нравится получать подарки. Хотя, конечно, очень нравится. Если кто-то желает, то номеркарту указан, можете какой-то подарок мне сделать. Но очень люблю их дарить. И я долго думала, что бы такое сделать. И мне кажется, самый классный, один из самых классных подарков для меня, это если ваши животные будут здоровы. Если вы будете пользоваться нашей продукцией, попробуйте ее и улучшите жизнь своего домашнего любимца. Ну, или не очень домашнего. У нас для диких животных есть витамины. И я решила, что на всю продукцию, на все наши витамины в свой день рождения я делаю скидку 15%. Поэтому, пожалуйста, попробуйте ее. Я уверена, что ваши котики, собачки, енотики будут вам очень благодарны. Так что вот такое я решила устроить в свой день рождения. Наверное, хочется вам сделать приятное и вашим питомцам. У нас уже довольно-таки широкая линейка. Это для диких кошек, для собак мультивитамины. Проактив – это для суставов витамины, которые комбинируются со всеми нашими витаминами. Она подходит для собак, для кошек. На самом деле, для всех она подходит. То есть, и даже для людей. То есть, там все вполне стандартно. Мультивитамины для кошек, которые уже прям очень пользуются у нас популярностью. Потому что зайдите в отзывы на Озон. Там такие прям хорошие отзывы пишут. Прям очень приятненько читать. Ну, это тоже мультивитамины для собак. Мы их сделали в двух вариантах. Кто боится, что собака не будет или что-то еще не подойдет, что-то могли попробовать маленький вариант. Ну, или если у вас там маленькая собака Чикуахуа, или какая-то еще мелкая порода, то можно будет попробовать более маленький. Конечно, выгоднее большую покупать. Так что вот на всю нашу продукцию будет скидка в мой день рождения 15%. Успейте воспользоваться. Скидка будет по промокоду BOBCAT1120. Ну, соответственно, 20 ноября мой день рождения. Так что переходите, покупайте, радуйте себя и своих любимцев. Мурик. Давайте к Мурику сейчас зайду. А то давно не показывала он его сейчас. С другой стороны такой степлый. Мура, я здесь. Иди ко мне, мой мальчик. Иди сюда, мой хороший. Мур, я здесь. Иди ко мне. Иди сюда. Зачем ты лестницу свою грызешь? Ты как подниматься потом будешь? Ты идешь? Ты идешь, мой хороший? А, вот что, ты цепляешься там. Понятно. Все, поняла. Цепляешься там. Скажу Артеку, он заделает. Не расстраивайся, не расстраивайся. Вот Мурчик у нас. Вот что ты стал мало заходить. Ноготочком там цепляешься. А знаешь, почему цепляешься? Потому что ты там сам прогрыз. Зачем-то. Пластик, да? Мурчик. Не, он заходит в дом, но все думает, что он. Видите, он прогрыз. Сам цепляется. Ну что? Ну что, мой хороший. Что мой хороший. Мурчик, мурмурчик. На ручки хочешь? На ручки. Ты же мой сладкий ребенок. Ну сейчас возьму тебя на ручки. Ой, тюк-тюк-тюк. Ты на ручки хотел. На ручки хотел. Давайте поудобнее вот так возьму. Нет, не так хотел на ручки. По-другому хотел. По-другому. А как ты хотел на ручки? Да. Как ты хотел на ручки? Это телефон. Грызь не надо. Мура. Ты что? Скажи, хочу на ручки? Ну не так. Хочу по-другому как-то, да? По-другому хочу. Ой, за волосы меня потрогают. Не надо грызть мои волосы, пожалуйста. Зачем ты грызешь мои волосы? Такой, ничего не знаю. Все это прекрасно. Но морковку надо еще доесть. Да? Морковка, яблочко. А, ты просто положил. Как пошел тут еноты? Познакомиться с енотами? Это тебе не наши еноты. Тут вон уже сразу еноты уже все, к вечеру их загнали. Стрепенулись сразу. Что это за зверь такой? Они же вообще не знакомы с другими животными. У них все уже на ночь закрыто. Морковка, а ты куда собрался? Ты куда собрался? А что ты тут разобрать? Пытайся. Кину, ты пытались разобрать, и ты пытаешься. Наверное, ты что-то собрался делать. Тут, тут, тут. Морковка, пойдем вниз домой, а? Вот, бутылки портить не надо. У тебя своя водичка там есть. Пошел смотреть хозяйство. На полу. Все, на зубок надо попробоваться. Ну, конечно, то коты сваливают эту вазу, то бобр. Красота, скажи, сил нет. Да, окно большое. Ну, все проверил. Пойдем домой. С каких у нас пор бобр лазит по диванам, а? Это с каких это пор мы тут на диване? С каких пор? Ты что, в котика превратился? Ой, в котика превратился. Боже мой. Мимикрировал, да, под котика? Под котика. Кто на меня залазит? Нет. Немножко это деформировался хвост у котика. И детский стул, конечно. Бобр же у нас верховое животное. Зачем ты мой гамак трогаешь? Зачем? Вот зачем тебе мой гамак? Вот зачем? Опа. Ну все, надо исследовать Микульчик все такой же злой Все такой же недовольный Все такой же хочет до бобра добраться Микки Микки Горди ты мой бобар Микки